Канада хочет создать специальную коалицию для возвращения депортированных детей с Украины. Во-первых, данная коалиция, она создана как продолжение стратегии по возвращению украинских детей. Таким образом, есть надежда, что больше депортированных украинских детей смогут вернуться домой намного быстрее. Данная коалиция, я так понимаю, она будет в основном действовать дипломатическими, общественными и другими инструментами. Как будет работать данная коалиция? Сегодня будем в этом разбираться. На днях офис президента сообщил, что канадская делегация на саммите в Мальте предложила создать коалицию для возвращения депортированных украинских детей. Как об этой проблеме все узнают? Это украинские правопрощитники, область президента, министерство странных дел. Эту проблему придали информационной глазки и, естественно, об этом все узнали. Инициативу поддержали и другие страны. Данная инициатива должна стать продолжением плана Bring Kids Back UA, ранее предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Просто то, что уже сейчас Канада собирается делать такую коалицию, это подчеркивает тот факт, что в Канаде осознают, какое масштабное преступление Россия осуществляет против детей. Во время третьей встречи по формуле мира на Мальте прозвучало предложение создать международную коалицию стран, которая будет способствовать в частности возвращению украинских детей. Депортированных или принудительно перемещенных России с временно оккупированной территории Украины. Данная коалиция, я так понимаю, она будет в основном действовать дипломатическими, общественными и другими инструментами для того, чтобы возвращать украинских детей. Я так вижу и думаю, что, скорее всего, коалиция будет направлена на осуществление давления на Российскую Федерацию, с одной лишь только целью, с целью возвращения украинских детей домой. Предложение по международной коалиции – это элемент плана реализации украинской формулы мира. В частности, возвращение депортированных детей, освобождение гражданских заложников и военнопленных, подготовленного и представленного на Мальте. Во-первых, данная коалиция, она создана как продолжение стратегии по возвращению украинских детей, которая была разработана в офисном президенте. И тут важно отметить – рычагов влияния на Россию в контексте возвращения украинских детей достаточно. Мы еще не знаем, кто туда войдет в эту коалицию. Возможно, войдут в эту коалицию кто-то из стран постсоветского пространства. Это раз. Второй момент – это то, что до сих пор осталось очень много воздействий, санкционных воздействий на Российскую Федерацию. Важно помнить – массовая депортация и целенаправленное похищение украинских детей для их дальнейшей русификации является спланированной геноцидной политикой РФ.